Эта мелодия никогда не устареет. Аминь. Стиральная машинка, конечно, вон она будет играть. Нет. Это сейчас меня закопирает, тут же страйк прилетит. А в Рубинку мы другую музычку. Так, если нас кто-нибудь смотрит, здрасьте и подскажите, уровень громкости нормальный или не особо. А я пойду ковальт помешу. Да, минутку подождать, да? Да. Чёртова, чёртова, чёртова стиралка. Так, 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 так. Так, порядок. Как всегда, моё любимое количество зрителей, ноль. Хе-хе-хе-хе. Попа. Всем здрасте. Всем привет. Кто здесь есть? Никого нет. Бы. Отлично, тем лучше. Да. Поэтому я ухожу вешать бельё, а Лиза пускай сама тут рисует. Хе-хе-хе. Маш, не приходите. Ну, отлично. Вы договорились. Быстро ты. Ну, так, аж один коврик повесить. Ну что, начнём по-малу? Да. Давай. Чё сегодня будем делать? Сегодня будем рисовать растительную клетку. Хе-хе. Зачем ты всё заспойлерила? Ой. Ну. На сегодня никто не смотрит. Действительно. Они это в записи, это уже будут знать. Ну, это в записи. Угу. А пока это они не видят этого. И сама спойлеров накидали прямо в самом начале. Ну, давай. Я не знаю, как это делать. Ручками? Ручками, как обычно. Ой, такой смешной. Да. Клетка будет цветная? Да. Постараюсь сделать цветную. А-а-а. А откуда ты знаешь, какие там цвета? Ну, хлоропласты зелёные, это я точно знаю. Угу. Отлично. А у нас будет хлоропласт? Ну, это ж растительная клетка. Так, а у нас будут растительная клетка, да? Да. Не животная? Да. А в чем был обусловлен выбор? Ну, я всё-таки больше по растительным клеткам, чем по животным. Упорваешься. Ну, да. Ну, давай. Порадуй. Можешь заодно рассказать про отличия, бэээ. Нет. Некому. Некому. Мне можешь рассказать. Нет. Нет? Нет. Вот так вот и поговорили. Вот и поговорили, да. А, всё, семейный раздор. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, начнём. Давай. Так, дай-ка мне свой, этот, звонилку. Хе-хе-хе. Ага. Спасибо. Я тебе разблокировала, а то я обратно заблокировала. Ну, вот такой вот. Что, будешь с моего и со своего? Буду единственным зрителем. Хе-хе. Минуточку. Так. И порядок. Да всё нормально. Ага. Ну. Ой, ладно. Тады, продолжай. Хотя нет, ненормально. Нет, всё. Готово. Видно. Привет. Здрасте, Алекс. У нас сейчас была трансляция или не очень? Чё-то я так и не понял. Это какой-то глюк был? Или просто руки кривые? Глюки кривые. Так, чё-то я как-то ниже жены оказался. Комплексы. Срочно нужно быть выше. Полотнище сегодня у нас, да? Угу. Отлично. Сегодня тоже делаем картинку 240 на 160, да? Да. Ну да, чё выбиваться. Может, когда-нибудь и до авангардного разрешения 320 на 240? Нафигачим. Не, не было, я мониторил. Фигня какая-то. Мы начали в 1858, и вроде как даже начал трансляцию. А она, как оказалось, не началась. Вот с телефона проверил, оказалось, что-то барахлит. Как уровень громкости? Нормально? Музыка не перебивает? Или, может быть, музыку погромче нас, наоборот, потише? Может, нас вообще убрать? Пока Лиза тут стёганое одеяло делает. Или заплатку, я не знаю, на стёганом одеяле. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Господа в Париже. Всё хорошо. Отлично. Ну что, сегодня ударяемся в элементарщину, скажем так, да? У меня неспроста был Тар... Тьфу, господи. Тар Сэм Синк, пикселизированный на картинке, если кто-то вообще на это смотрел. Тар Сэм Синк, режиссёр широко известного в узких кругах фильма «Клетка» с Дженнифер Попес. Вот. И рисовать мы будем сегодня именно её. Дженнифер Попес. Пока получается неплохо. Похоже. Муза норм. Хорошо. Ещё похоже на такой подгнивший телевизионный ящик. Очень подгнивший. Кто-нибудь смотрел идиотский инди-фильм Motivation Growth, который продаётся на gog.com? Да, если не знали, на gog и фильмы продаются в том числе. Просто там было такое. У чувака телевизор сломался, и все дальнейшие его злоключения как раз-таки были вызваны этим фактом. Ну, в частности, он прямо решил такой, а покончу-ка я с собой прямо с этого момента. Телевизор сломался. Телевизор сломался, да. Жизнь-боль. Зачем мне жить вообще? Я сегодня по большей части буду молчать. Сам рисую дедлайн. Ну, вы понимаете. Понимаем. Понимаем. Но если совсем будем нести упоротую херню, вы обязательно сообщите нам об этом. Что это за писи улички у тебя? Извините. Нет. Ни в коем случае. Вы должны нам, должны общаться обязаны, пока Зизиман не пришёл. Как же так? Сейчас опять пропустит, будет жаловаться, что мы... Плохие. Что мы без него начали, да. А я, между прочим, не специально. Так что это за писюлька, Лиза, признавайся. Это клеточная стенка. Ага. Да, рисуем сегодня клетку. Почему? Да потому что, почему бы нет. Вот почему. Почему бы не нарисовать пиксельную клетку в разрешении 240 на 160? Внезапно опять? Нет. Ну, мы же предупреждали за два дня. Да и вообще, привыкайте, что суббота, скорее всего, будет рисовать. Так что тут какие уж внезапности. Да. Ну, ты же мне сама изъявила желание, вроде как. Да. Да. У меня ничего не получается. Ничего не получается? Вообще ничего? Вообще ничего. То есть прямо вот так вот? Прямо вот так вот. Ну, давай. Лиза входит в свое обычное настроение. Отрезать все. Постараюсь сегодня пять часов не сидеть. Да. Потому что я хочу в кино сходить. Дидимана стоит только по минуту, никуда не денется. Давайте позовем всех хором. Хотели бы сегодня сходить на Лохана посмотреть, как же не обмазаться нам комикс-фильмами в очередной раз. Какая-то у тебя кривая линия пулочки. Или это специально? Да, почка. Ладно. То есть тебе не понравилось, что она была излишне криво, ты решила запрямить? Нет, толсто было. Толсто? Угу. Ок. Да, сегодня постараемся попасть на Логана. Сеансов 23.40. Так что надеемся, что до этого времени, ну, хотя бы до 11 часов, успеем что-нибудь нарисовать. Да, Лиза? Отстань. Ну, скажи, да, Дима, надеюсь. Ну, конечно, надеюсь, ты отстанешь с такими вопросами. Да. Рано или поздно я отстану с такими вопросами. Так, ну, пока я на всякий случай поставлю телефон на зарядку. Мало ли. Который не везде, кстати. Ты мой или свой ставишь? Мой. Зачем? А, ну, наполовину уже разрежем. Я много слышал, что в Логане есть пара преемственных моментов из вестерновой классики, но они там работают не так, как должны работать. Я слышал такое мнение, что Логан — это неплохая экранизация The Last of Us была бы. Хотя, что там экранизировать? По-моему, игра и так достаточно кинематографично. Ну, или не так, как планировали создатели. Типа, как создатель Томми Васо, не так планировал. Или Джеймс Нгуен со своим дэрдэмиком. Или... О, кстати, не смотрели замечательный фильм «Машина времени», который я нашел на распродаже? «The Time Machine I Found at Yard Sale». Вот, тоже отличная вещь. На Ютьюбе есть, посмотрите. Великое кино. Давай, музло обязывает экшон. Экшон? Ты бац, хошула. Еще мы купили игру «Спор» на ГОК, поскольку распродажи. Так что, видимо, это такой двойной повод нарисовать клетку. Хотя клетку мы придумали нарисовать сначала, а потом я уже с повар купил. Ты придумал. Да, я придумал. Ничего уж там. Вот, пока Лиза там что-то планирует, могу сообщить, что... Продолжаю проходить «Cat Lady». Обмазываться, можно сказать. Прошел уже три главы. И, видимо, еще глав так... Главы так четыре, да? Не, насчет кино это я... Так, типа... Уинг-уинг, надж-надж советую. То есть, лучше... Это специфическое кино. Но еще я слышал, ребенок неплохо играет, со своей ролью справляется. Детская актерская игра – вещь вообще непредсказуемая. Ага. Смотрели фильм... Как бешево? Где... Для времени? Не-не-не. Вестерн такой идиотский, где на роли всех персонажей маленькие дети. У киносноба был обзор на него. Прям идея, конечно, грандиозная была. Какие впечатления от игры? Да... Нормально. Такой сильный инди-душок, конечно. Но я все еще не сильно могу смириться с управлением. Хотя она уже больше работает. Вот эта схема управления во второй и в третьей главах. Нежели в первой. В первой-то вообще хотелось клавиатуру в окно вышвырнуть. Вот, а в... Во второй, в третьей нормально. Чем-то напоминает игрушки Джонатана Бокса, который делал Darkfall, Darkfall Lights Out и абсолютно шедевральную идиотскую игру The Lost Crown Ghost Hunting Adventure. Ну, со своей волшебной озвучкой, где всех озвучивал, собственно, сам Боакис, всех мужиков, с таким акцентом, типа, он вот-вот будет преподавать английский. Хм... That's a crab. А, не-не, там был злобный персонаж, который главного героя постоянно обзывал. Go play with a crabs, boy! И еще сам главный герой в игре, он все время разговаривал с таким... Хм... That's very odd. Это очень странно. Ну, там такой уровень актерской игры, как у Томи Васо. Но игра в целом была неплохая. Хоть и чрезмерно длинная. Как и Cat Lady. Я думал, я уже быстренько всех этих пятерых паразитов разделаю. На крючу подвешу, да и все. А там все так долго было, особенно во второй главе. Ну, третья зато пролетела достаточно незаметно. Это похоже на косточки собачьи. Ну, там и здесь тоже он. Ага. Полезный. Скальция. А, у тебя отметки, типа, где разграничивать? Ну, нет, да. Окей. На самом деле я их не следую. Поэтому они нафиг не нужны, в общем-то, да? Все похоже на маленькие эти гантарички. Ты маленькая гантаричка. Да. Вот, сходили на дурацкий детский мультфильм «Зверопой». В общем-то он... Дурацкий? Ну, мээ. Он окей. Ну, «Зверополис» был круче гораздо. Да, конечно. Два разных фильма, двумя разными компаниями сделали. В смысле, это тайная жизнь. Домашних животных гораздо круче было сделано. Круче. Ну, мне больше понравилось. Ну, не знаю. Ну, наверное. Там-то сюжет немножко получше был сделан. То есть сценарист не отлынивал, как в «Зверопое». Вот. Ну, и мне, конечно, очень понравилось решение переозвучить дикобразику. Скарлид Йоханссон. Дикобразику Скарлид Йоханссон с английского языка на русский. И пела она все песни тоже на русском. И это отвратительно. А самое замечательное, это, конечно, идиотские шутки в дубляже, без которых никак не могли обойтись. Например, «Денег нет, но ты держись». И, конечно же, вот, собственно, дикобразиха, которая жаловалась, что она не может петь на английском. То есть все вокруг поют на английском, никаких затруднений не испытывает, а она вот не может. Я говорю, не могу. И пела она в итоге что? Тейлор Свифт? А, нет, «Call Me Maybe» – Кэрли Ларре и Джинсон. Сначала-то. Ну, да. Первая песня. В общем, это такой фильм о том, как тяжело быть гориллой и уркоганом. И о том, как важно завоевать, не знаю... Как важно знать английский язык. Как важно знать английский язык и завоевать респект... Батя. Нет, респект публики, одеваясь не в эмо-костюмы, а в розовые платьицы. Пусть даже дикобраз. В общем, та тема, с которой мы все можем смириться. Что-то найти общее. Нет, на самом деле, линия с гориллами была очень крутая. Мало того, что очень смешно, что гориллы, они исключительно преступники. Потому что они черные. Черные, здоровые, злобные. Вот. Ну и то, что сын начал играть Элтона Джона на пианино. И потом, как к нему папаша бежал. И потом сказал, я так горжусь тобой, сынок, суки. И они знают меня, как разжалобить в любом кино. Есть такой штамп, это когда отцовско-сыновье гордость. То есть, когда сыну нужно кровь из носа доказать, что он достоин отца. И вот это вот, это оно. И когда вы все успеваете, да? Мы ничего не успеваем. О чем речь? Мы балду гоняем целыми днями. Вон, Твин Пикс. Полсезона уже посмотреть успели. Не надо, я рисую красочками. Я крайний раз в кино на неонового демона ходил в прошлом году. Кстати, мы так и не добрались. А, вот, до тайны жизни. Ой, тут после тайны жизни. Слушай, а мы вообще на что в последний раз в кино-то ходили? Что-то очень давно. Правильно ведь? До... До этого дела. Ау. Ау. До зверопоя. До зверопоя? Да, у меня такое ощущение, что мы тоже в прошлом году были. Нет, мы в этом же были. Да? Я просто вообще не помню, на чем мы были. Или не были. Слушай, не помню. Есть подозрение, что последнее кино, которое я помню, это вообще была «Соситочная вечеринка». Не-не-не. С Рогеном и Нортоном. И это был чудесный мультфильм. Я вам крайне советую. Такой придурочный, конечно, но чудесный. А вы тут прям туда и сюда, да? Сейчас. Туда и сюда. Это просто зарплату выдали в кое-то веке. Можно два раза сходить в кино и все. На этом все заканчивается. О, какая у нас портушная мелодия пошла. Прямо какой-то саундтрек и Морал Камбат. Какая-то херня получается. Так, ладно. Не переживай. Все исправится. Ладно, не затираю все под ноль, потому что это... Иначе мы никогда не закончим. Я вот теперь сижу и вспоминаю, на что мы в последний раз ходили. Так, я вспоминал уже несколько раз и никак не могу вспомнить. Видимо, это были настолько отличные запоминающиеся фильмы. Кстати, как вам неоновый демон-то? Рефно. FF. Никуда мы не ходили. В феврале мы точно никуда не ходили. Ну да. В январе тоже. Хорошо, тогда в прошлом году на что ходили? Нет, на нас мы ходили, слушай. Да, точно, мы ходили на отечественные фильмы, на нас, конечно же. Как я мог забыть на халяву-то? Ну да. В общем-то, какой фильм такой? Такая озвучка сейчас у нас. Извините, да, аудио наркотики сейчас закончатся? Наверное. Сегодня я видел, как чувак на канале Nintendo Complete сделал 8-битную версию Smooth Criminal Майкла Джексона на Dendy. То есть собрал на трекере, там, Dendy'вском исключительно, графику под... Ну, немножко там, подчетарил с ней. Ну, в общем и целом, все достаточно верно техническим возможностям Dendy оказалось. Выглядел клип прикольно. А, я вспомнил, я на трекере самоубийц без тебя ходила, по-моему, да? Да, но это было-то когда? Это было еще осенью. До сосисочной вечеринки. Неоновый демон после просмотра сидел на лавочке минут 20. Курил. Много курил. Это один из тех фильмов, который очень долго тебя переваривает. Меня он переваривал около месяца. И это скорее комплимент. Да, то есть как это? Пыльным мешочком? Тюкнутый. Ну, я ревну люблю. Да, мы его, в общем-то, тоже. Правда, чем меньше мы смотрим, тем лучше. То есть, драйв посмотрели и, в общем-то, этим ограничились. Не, порнуха не хочет заканчиваться. Наймелк, на что, да? Да. Не, смотри, заканчивай. Еще. Как это? Она моя сумасшедшая, ша-ла-ла-ла-ла-ва. Да. Мы сегодня второй раз услышали попсовую песню. Сумасшедшая, танцует без меня, такая вот херня. Ля-ля-ля-ля-ля. Классная рифма там. Там просто можно любую рифму с депричастным каким-нибудь оборотом. Или с матами, или там, бля, например, ставить. Сумасшедшая, ебанутая. Сумасшедшая, сучка, нафиг, бля. Это как после головы Ластика Линча. Но не такое отвратное ощущение, будто в аду побывал. Я человек, Ластик, тоже что-то, Eraserhead, пытался посмотреть лет 10 назад. Минут 15. Не, выдержал. А потом почему-то выключил, я не помню. Помню, когда «Потерянное шоссе» смотрел. И там вот этот момент с саксофонистом, который смотрит в зеркало. И он что-то там увидел такое. И такой застрял так. Застрял надолго. И музыка начинает нагнетать напряжение. У меня прям так и пересирался от этой сцены в свое время. Хотя, когда в «Малхолланд драйв» описывали сцену, когда неведомая херня из-за кафешки появляется. Помнишь эту сцену? Угу. Ты как? Бум! И этот... Инфаркт хватил. И больше всего дед с бабкой прикололи в этом фильме. А что? Нелки. А, ну, ну. Я плохо помню уже. Нет, я так хорошо помню. Я помню... Потому что это был первый фильм Линча, который я посмотрела. Чего? Я пересирался от кроликов из внутренней империи. Нет, внутренней империи тоже. Не успели еще. Не так сильно. И много смотрели Линча. Я просто слышал, что у него как бы «Малхолланд драйв» — это самый майндфаковый фильм. Очень долго-долго-долго мне это втирали. Но, в общем-то, особо ничего майндфакового там не оказалось. Но и сам режиссер очень хитро троллил всех. Типа говорил, смотрите там на такие-то вещи. У меня там подсказки такие-то. Это такой... Ну, Линч может, да, сделать какую-то невнятную херню, очень страшной. Почему-то. Мне Линч в роли агента понравился в Твин Пикси. Просто 10 из 10. Отличные камео там, конечно. Это, во-первых, сам Линч, да, который со слуховым аппаратом. Ну и Дэвид Духовна в роли Трансвестита. Это вообще бедес. Денис Денис. Это было чудесно. Я так и не разобрался, что там с сюжетом. Риддлер. Ну, че я? Если в «Малхолланд драйв», Так там все просто? Все умерли. А в этом, в «Империи»? Не знаю. Какой-то после парнухи этой жесткой как-то неожиданно спокойной мелодии. Не в кайф. Типа, ну, покурить. Так, а что происходит? Где? Что ты рисуешь? Я примерно набрасываю места, где должны располагаться основные органеллы. А что такое органелла? Ну, это как у человека органы, у клетки органеллы. Но ведь клетки же есть у человека. То есть у нас тоже есть органеллы. Ну, у твоих клеток, да. А у моих нет. Бы-бы. Ну, я-то знал, что ты рептилоид с планеты Нибиру. Сейчас было бы неожиданно, если в стриме началось что-то линческое. Зашли бы рептилоиды там, не знаю, начали песенки распевать задом-наперед. Похоже на яишенку с кусочком колбаски в процессе жарки. Как и всех клеток, в принципе. Да. Они все такие самодостаточные, потому что похожи на яичницу с колбасой. А еще часть слева похожа на кричащее лицо. Это рот. Вот это вот. Да, этот боб, это рот. А я боялась, что вот это глазки, вот это носик, а вот это ротик. Вы когда яичницу готовите, вы добавляете помидорки? Нет, не всегда. С помидорками вкуснее, кстати. Теперь мы не сможем постоянно готовить яичницу, потому что нас посадили на гипохолестериновую диету. Потому что жирные очень. Да? Ага. Да не, шучу, конечно. Сижу и не вдупляю вообще фильмы. Вы смотрели что-нибудь у Дэвида Линча? Это же французское блюдо. Ну, знаешь. Как вчера мучил Лизу этой группой Парк Горького, то есть я сначала себя помучил, сидя на работе. Don't give up, my friend, this is not the end. Последний фильм я смотрел три года назад, слушайте, я вам завидую. Насчет, что я говорил-то? А, сначала мучил себя альбомом Парк Горького под названием Горький Парк, то есть одноименный альбом. Ты что, отбой, чувак? Да, вы, наверное, сидите там в какой-нибудь гостинице такой, без выхода наружу. Ну, в общем, я завидую, конечно, такой выдержке. Хотя, в принципе, что там смотреть-то? Особо ничего не пропустили. Из мейнстрима, во всяком случае. Вот из такого артхауса, ну, может, есть что посмотреть. Так вот, мучил альбомом Горький Парк. Он оказался говном. Самый этот распиаренный альбом, который там в каких-то MTV-шных билбордах и парадах, в херне появлялся в 89-м году, потому что это было на пике перестройки, и все такое. В общем, это такое дерьмище, по сравнению с которым даже Кис окажется рок-оперой, такой хороший, серьезный, солидный рок-оперой. И после этого решил почитать интервью этих товарищей. Ссылка на него прямо в Википедии есть. Один гитарист, не помню, какой-то там из двух, на Б, по-моему, фамилия, рассказывал колл-сторию о том, как он принял ЛСД, и всю ночь занимался сексом с невидимой какой-то неведомой женщиной, а оказалось, что это он трахал матрас. По-утру. В общем, лавры Шендеровича не дают покоя. Или, может, Шендеровичу его лавры не давали покоя. Здрасте! Вот как раз про трахание матрасов речь зашла, и тут здесь ман появился. Это неспроста. Догу посоветовать некоторых отечественных исполнителей вместо всякого дерьма. Ну, посоветуйте. Хотя и так исполнителей хватает, но... Просто борода, Шурин, с которым мы в прошлый стрим или... Только поменишь, а он тут только свистни, он появится. Борода меня мучил... Какой же группой-то? Такой трэш-шоу. Облачный край, да. Тоже советское нечто. И песня называлась «Нападение кого-то там на двуногого гуманоида» или что-то такое. Адская абсолютно песня. Про то, как оборотень отгрыз член советскому человеку. Я только аниму иногда посматриваю. Все очень плохо. Да, не, нормально. Жанр. Жанр аниме? Так не бойся эти. Как их? Как он называл-то хентай без хентая, Алеша? Я забыл. В общем, где есть очень толстые намеки, но... Да нет. Самого. Жанр музла. А, жанр музла, облачного края, ну... Что-то типа хард-рока. То есть там текст примерно как смесь Пауэр Вульф и Каннибал Корпс. Только без завываний Аллилуя. Черт, я спалил. Этчи, да! Спасибо. Вы не спалились, вы как слушатели нашего подкаста анимешного с Лешей, единственный слушатель. Типа, типа, как бы помните, наверное, содержимое подкаста. Поэтому мы притворимся, да? Хах, и это тоже, да. Этчи. Про порно без порно. Немножко отвлекусь, отпрыгну в сторону. Тут... Сегодня смотрел арт из игр Cocktail Vision. Ну и, разумеется, мои любимые игры Вудруф и Шниббл Азимута. И там, если кто видел... Такая замечательная вещь. No waifu, no waifu. Там оказалось, что есть такой вырезанный момент. Например, вот в Commander Keen четвертой части был момент, когда Keen задницу показывает. Его не вырезали. То есть, если стоять в храме Луны, встать у значка Луны, над ним, то Keen через некоторое время начнет показывать задницу. Причем один раз всего. Ну, это такое, типа, игра слов. Потому что мунинг — это как раз жаргон для показать задницу. Вот в Вудруфе было еще прикольней. В одной из сцен Вудруф падает перед какими-то старичками, голышом там, ну, такое, типа, комедийные обстоятельства. Падает, и в одной вырезанной сцене он, короче, так причинное место ручками так прикрывает-прикрывает, а потом так раз, хоп, и там... Извините, стоящий, ел так. Я все думаю, вот французы, блин, шутники хреновые. Да, так что в Вудруф и Шниббл Азимута вполне могла попасть стоящая пиписька. Пауэр Вольф и Кеннибал Корпс уже интересно. Ну, вы сделаете скидку на то, что это позднесоветский, перестроечный. Пауэр Вольф и Кеннибал Корпс, то есть это очень специфический. Но гнев вокала, вот, мне понравился. Такой... Серьезный прям, дядя. И как-то повлияло на рейтинг. Да никак, это же в итоге не попало. Это даже не как хот-кофе в этом, в GTA San Andreas. Там это уже потом разработчики, видимо, выложили отдельно. Просто я совершенно случайно вот какой-то сайт обнаружил, на котором все всякие там интересности, вырезанные штуки и прочая фигня из видеоигр показана. Там некоторые анимации, там невзятые дизайны, концепты уровней. Так что... Ну, в принципе, даже если бы оно и повлияло бы как-то на рейтинг, я думаю, это не сильно критично было бы, потому что все равно последняя игра Cocktail Vision. Жалко. Очень замороченная. Кто-нибудь играл? Потому что у меня ощущение, что я такой один тут фрик с диском Акеллы, на которой еще написано, что пароль от игры прикол. Ги-ги. И да, там вообще надо было, конечно, упороться. Они взяли, перевели игру, в которой очень много основывается на именно механике взаимодействия с языком. То есть там всякие слоги нужно складывать, чтобы там всякие шифры, коды получать. И они это дерьмо начали переводить. И что в итоге получилось? Получилось хреново. Я на некоторых моментах намертво застревал. Потому что, ну, нереально понять, что делать дальше. А в деревне с Алюшинами беда была. Нет, боюсь, нет. Что же вот так? В деревне с Алюшинами беда, поэтому... Увы. Это ядро? Да. Ну, оно прям как сверхновое. Ба-а-а. Что? Сверхновое прям. В смысле? Свиста. Взрывается. А-а. Как раз музло-фема. Косимическое. Без парнушки. Как 10 минут назад. Ау. Попомаешься? Да. Лиза сделала татуировку. На 8 марта. Теперь она у меня чешется. Угу. Ой. Отлично. Берите янтик. Так. Это ядро. Точнее, это... Политический у нас стрим сразу стал. Как это? Enjoy. Кариоплазма. О. Окей. А ты там деталькой будешь делать? Да. Нифига ты. Ну, нечина. Постараюсь, по крайней мере. Сейчас, где отдельным слоем попробую. Ты цвета по памяти делаешь? В смысле? Ну, как они там... Или ты просто наугад? Типа коричневый. Наугад. А, окей. Enjoy movies. Не-не-не. Мы тут не про это. Кто-нибудь смотрел, кстати, ну, вот... В самом деле, так сказать, вот, фильм Enjoy Movies. То есть, ни обзоры на него, ни обсеры на него. Не даже рецензии, я не знаю. А просто, вот, сам фильм. Кто-нибудь смотрел? Какого-нибудь хватало терпения на это? Я вообще впервые слышал об этом. Ну, Сарик Андреасян и вот это вот все. То есть, это Сатурн плюс от российского кинематографа. Ясно. Нет, стараюсь не смотреть плохие фильмы. Это правильно. Я даже нормально не успеваю. Это тоже нормально. Нет, и я не знаю людей, которые ходят на это. Такая загадочная, да, ситуация складывается. Некоторые по полгода на Харде висят. Слушайте, у меня несколько фильмов, 4 или 5 штук, уже, по-моему, несколько лет лежат на Харде. Причем, они не сказать, чтобы сильно хорошие... На это инопланетяне, наверное, ходят. Ну, наверное. Не сказать, чтобы сильно хорошие фильмы, там, ну, там, может, с рейтингом 6 на IMDb. Ну, я просто выяснил, что периодически они с самыми интересными какими-то затеями бывают. Вот, совершенно случайно я попал на фильм Понти Пул. И он с тех пор один из моих любимых фильмов. Нет, но слышал. Ну, вот видите, у нас какая компания подобралась. Никто, так сказать, всякими гадостями лично не занимается. Я сегодня Кэрри, наконец, посмотрел 1976 года. Год лежал на Харде. И как вам? Кэрри... Стивен Кинг? Нет, я помню, да, что Стивен Кинг, но я никак не могу вдуплить. Это Брайан де Пальма или Брайан де Пальма другой какой-то фильм снял? Поздравляю, я не знаю этот фильм. Понти Пул отличный фильмец, лингвистический хоррор, уникальный в своем роде. Там главную роль исполняет Стивен Макхетти, такой перемелькавшийся, да, в сериалах дедулька. Он еще сыграл злобного, как сволочь, агента национальной безопасности в секретных материалах. За что я получил хэдшот, спойлер-спойлер, в одном из первых сезонов, если не в первом. И он очень харизматичный в плане голоса. То есть у него голос прям отлично такой, хорошо поставленный. И вот он там играет такого диджея, который несет всякую околесицу, то есть шок-джок. И в силу того, что, видимо, да выпендривался, его сослали в канадский городок Понти Пул. Да, действие происходит в Канаде, потому что канадский фильм. И, да, Брайан де Палма. Значит, у меня просто ощущение, что есть несколько фильмов про вот этих. Девочка взрослеет с этой темы. И почему-то вот ощущение, что оба по Стивену Кингу. Так вот, шок-джок приезжает в канадский городок Понти Пул, ведет передачу на местной радиостанции. И внезапно выясняется, что с народом городка происходит какая-то херня. Поставлено все это в обстановке исключительно радиостанции. То есть фильм достаточно минималистичный, там бюджет мизерный. Выглядит неплохо. И в основном держится на игре актеров и, конечно, на голосах. Потому что голос у Макхэти просто загляденится. Я именно после него и решил пойти на радио работать. Как тебе мое ядро? После ремейка 2013 года выглядит чертовски жутко. Ядро? Прикольно. А, блин. Я, кажется, вспомнил, что это за фильм, лоу. Зачем смотреть говно, когда есть Евангелион? Хороший вопрос. Зачем смотреть Евангелион, когда есть всякое говно? Ты смотрела Евангелион? Угу. Я тоже не смотрел. Мы просто такие анимешники, что Детройт Метал Сити только смотрели. Не, Лиза что-то еще смотрела. Наверное, больше меня. Ты ведь больше меня аниме смотрел? Да. А что ты смотрел? Что я помню? Коричневый арбуз. Под гнивший молитв. Да, да. Кексик вид сверху, присыпанный корицей. Махин. А Акира? Акиру я смотрел. Не так давно, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом. У него прям... Название? Не, название фильма Понтипоу, напомню. Посмотрите, хороший фильм. Да только на английском, смотрите. Я пытался мангу DMC, но пока отложил. Live-action фильм не пробовали смотреть. Леша им даже, ну, с которым мы анимешные эти писали, он даже им обмазался, сказал. Какое-то говно, ха-ха, но это ж типа live-action, японский, по манге, ха-ха-ха, они все говно. Ну, то есть, это же классика. Ион Гелеон, да, ну, классика, но я и из фильмов-то могу классику посмотреть, не могу куда уж по аниме. Интересное соотношение, да? Ну, по ощущениям с тем, что делали тогда и сейчас. Акира очень крутая анимация была. Прям от души. Я, когда посмотрел, там, удивился. Да, live-action, ну, наверное, есть крутые, конечно. Я предпочитаю по back, например. О, слушайте, я не смотрел. Я смотрел тоже урывками лет, не знаю, может, 10 назад, когда только-только подключили безлимитный интернет. На Винампе, наш любимый традиционный проигрыватель, были такие каналы Shoutcast. Там, помимо всякой порнографии и Гриффинов, и Симпсонов, и Футурамы, еще периодически крутили анимешки. И там был back. Вот я вот так периодически посмотрел. 24 кадра в секунду против сегодняшних стандартных 12. Это вообще было круто, можно сказать, крышесносяще. Да даже если ограниченное количество кадров анимации, но просто сам объем стараний, который вложен... Посмотреть, например, Властелина колец... Ой, Хоббита, да, пардон. Хоббита Рангенбаса. Он просто прекрасен, я считаю. Это как раз от будущих... Будущей студии Гибли. Они там по-другому как-то до этого назывались. Кстати, про мангу. Ага, давайте, давайте. С мангой тоже что-то отношения не сильно задались. Блейм у нас наконец-то издадут. Тан-тан-тан. Блейм периодически... Точнее, не периодически, а очень много раз я видел раздающийся в Humble Bundle. Это интересно. Просто, если бы он не был столь популярен, вряд ли бы его 200 тысяч раз раздавали, да? Не слышал. Мангу DMC, кстати, я вспомнил. Я же даже начинал читать. И там герои несколько более шизофренические, чем в аниме. Такой-то я анимешник. Что ничего не слышал, да? XL Media. Ну, хорошо, хоть не Bubble. Блейм, великая манга. Советую ознакомиться. Хотя бы первый том. Я бы с удовольствием, но с книгами... Я вон книгу про колонизацию Австралии пытаюсь дочитать уже четвертый год. Первый том самодостаточный. Хорошо. И все вот никак не дается эта книга. Но книга отличная. Роберт Хьюс написал Австралийский критик. И немножко писатель. Персонаж молчаливый. Это вообще хорошо в аниме-то. И в мангах. И мало текста. А картинок много? Они красивые? Че я занимаюсь вообще? Ты кружочек раскрашиваешь. Я не знаю, почему ты его нужным цветом изначально не покрасила. Ну ладно. Слишком сложно, наверное. Картинок много. Манги же не совсем книги. Как и комиксы не совсем рассказы. Постеры у Блэйма интересные. Они красивые. Ну я не знаю. Я просто... Человек унылое говно, но я люблю либо картинки смотреть, либо книжки читать. Комиксы как-то вот не задаются. Вот у нас X-Files лежат. И... Муми-тролли. И время приключений. И время приключений. Но время приключений мы кое-как осилили, да? Ну ты кое-как мне такой миксы на есть. А, точно. Нихей до манги инженерным делом занимался. Это похоже на Боб. Ты похож на Боб. Как и многое в этой клетке. Архитектура там и всякая херня. У нас сейчас выставка открывается одного из... А, да. Главного архитектора города. Фмилиф. Фролов. Выставка графики. Но при этом в качестве... Ну мне пресс-релиз прислали. И в качестве сопровождающих картинок, значит, одна картинка на ней намалевана невнятная херня. Ну реально невнятная херня. А на второй какой-то чертеж. Здание, я так угорел, вообще никак не рекламирует и нисколько не мотивирует сходить на эту выставку. Так-то сходить можно, в принципе. Сходим? Да, почему бы не. В какой-то момент ему все это надоело, и он начал рубить индастрию с киберпанком скрещенной. Мне кажется, у всех есть такой период в жизни. Это вакуалька. Да еще и полумеха. Все, теперь точно почитаю. Пам-пам-пам. Вакуалька? Угу. Они же пустые, да? У-у-у. Нет? Чем они заполнены? Вакуаличным соком. Клеточным соком. Питательные вещества. Да, вот я помню, что они что-то типа для чего-то специфического нужны были. И-и-и. Я тоже когда-нибудь. Аниме полнометражное скоро выходит. Да ну вас с вашим аниме. А вы смотрели обзор на атаку титанов от Гоблина? Неожиданно. Сокращенная версия. Тупое говно, тупого говна, дебилы, 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 дебилы. Нельзя так к камеру подходить. Тупое говно, тупого говна. Да, да, смотрели. Атака титанов сосет, простите. Прощаю. Судя по тому, что я слышал, она действительно идиотская. Это легендарно. Хорош, хороший был обзор просто. Именно сокращенная версия. С полной я тоже ржал как идиот, но... сокращенная прямо от души было. То есть там просто нарезали все фразы тупое говно и дебилы. Получилось 2 минуты с половиной, по-моему. Нормально. Коммерческое аниме и все на этом. Всеядный Леша читал как-то. Говорил, ой, сейчас и карнизация будет. Да, да, я помню об этом. Это рассказывал. Ну, впрочем, он и Наруто смотрит. Так что, чё тут? И даже играл в этот файтинг с пеньками. Убогое аниме, честно. Ну вот, видите, хорошо, что мы все солидаризировались в одном этом вопросе. Давайте, да, теперь будем знать, что Атака Титанов говно. Обзор лучше аниме. Наруто же все уже. У меня вообще с новинками плохо. Там Борута... Да! С этого тоже угорали, что вместо Наруто теперь Борута. Борута? Ну, это еще когда подкаст писали, тоже об этом упоминали. Да-ка, чё, деньги ж нужны создателям. Не, я, к сожалению, вот эту все резину аниме тянуть не могу. Сойдет за аниме, если я скажу, что я посмотрел экранизацию Эй Сатурни от Феникса Райта. Я, кстати, об этом в прошлый раз, кажется, упоминал, что такая семейка я сделал. И она специфическая. Наруко как это стал. И там сынок теперь у вас. Сынок! Прямо как будто в Аватаре. Я слишком стар для этого дерьма. Что Наруто, что Борута, да хоть хухруто, тоже говно. Я, кстати, хочу сыграть. В Эй Сатурни? Ну, если у вас есть такая терпимость к идиотским текстам, впрочем, если много аниме смотрите, значит, есть. Там прям от души этим кормят. Подчуют прям черпаками. Феникс Райта все мечтал поиграть, но это не бой. А я вот как-то DSi у меня был. Я на нем поиграл во все хиты. И прям хорошая консолька, могу сказать, да? Хорошие игры есть. Ну, в общем и целом было гораздо интереснее выходить в контактик с портативной консоли. Прям вот техника оказалась на грани фантастики вообще. И Сатурни был прикольный. Это толерантность к идиотии. Все в порядке. Хорошо. Особенно живя в Москве. Подум. Я с Витой больше. Тоже больше в ВК сижу, чем игрой. Вит у Саня покупал. И тоже не понимал, нахера он это сделал. Говорил, отличная консоль, которая мне нафиг не нужна. Так, сейчас жду пояснений, к чему это... Интересно, что ли? Это чё? Тоже ВК маленькая. Какая-то у нас отожравшаяся клетка. Много ВК. Ну, так растительная отличается тем, что у меня много ВК. А, я про шуточку про Москву. Но я это так это... не принимая тебя близко к сердцу. Ну, у меня около 30 игр на физносителях. Почти всё японское. Лимитки, всякие коллекционки. В Нижневартовске удобно коллекционировать коллекционки. Я не знаю. Японское, чтобы доехало до Петрозаводска, это, конечно, надо постараться. С Москвой посылка идёт 3 года. Ага. Окружными путями. Да. Ух. Не, вы не обижайтесь, мы там это... Извиняемся. Идиоты есть везде. Это мы уже как бы... приняли это. Чуть такое ощущение, что что-то Драгонфорс начнет играть. А нет. Из-крайнего что брал Hotline Miami лимитированно на карике эксклюзивно для японского рынка, например. Я играл в Hotline Miami На Xbox, по-моему Или тоже на поездке И это дичь, это просто ужас Игр много, но сейчас модно вид ухоронить Все окей, это как в том видео, где негр сказал шутку И вся его черная братва начала поддерживать Если не видел, не поймешь, короче В каком смысле Ооо, вы мне ссылку киньте Лучше название на ютубе Я люблю видео про негров Особенно про того, который купил бургеры Как там называлась эта сеть? Five Brothers или что-то такое Или Five Men Где он потом их сидел в машине Да, да О май гуднес, о май ганн О май дэм Это хорошая дичь, как по мне Если вы про управление в Hotline Miami Оно ужасное В версии для приставок Во всяком случае Я не знаю, как оно на Vita было реализовано Но на PlayStation Лимончик Лайм Это хлоропласт Это хлоропласт Хлоролайн А что делает хлоропласт? Давай образовательный стрим Ты рассказывай Ты должен знать Красит в зеленый Еще он связан с выработкой кислорода Да А процесс как называется? Фотосинтез, конечно же Молодец Практически единственное, что я помню из ботаники Фотосинтез Было бы странно, если бы ты это не помнила Я бы тебе сразу цветок бы забрала Который ты растишь Были Ну Лиза почти год пыталась похоронить цветок Ну как? Она его посадила в специфический такой грунт Как он там называется? Гидрогрунт Гидрогрунт Короче, такие шарики прозрачные Их заливаешь водой И они типа Исполняют роль грунта То есть при этом все прозрачное Корни видны и все такое Но через некоторое время они начинают высыхать Съеживаться Выглядеть предельно мерзко Особенно если за этим вообще никак не смотреть Я падла бывает Да Ухаживать Видео про негров? Five brothers? Не-не-не-не-не-не-не Не туда Не туда Не в том направлении мыслить Просто посмотрите Oh my goodness Oh my damn Это Лучшее видео Это практически Наследник этого We've got rapists in Lincoln Park Этот Антуан Добсон По-моему Или Добсон Rip Швичок Нет он не rip В том то и дело Полуживого его Взял я И пересадил в нормальный горшочек Управление на стиках На витке Самое удобное Из-за меньшего Угла наклона аналогов Я не побоюсь сказать это Но на витке управление Самое удобное Удобней клава мыши Как человек Который выбил все ачивки В Hotline Miami Не готов с вами согласиться Так что цветочек живой Пока что Пока что Да он там Растет Цветет и пахнет Традисканция Пурпурная Я даже запомнил Просто Лиза Немножко ботаник Ботаник Который ленивый ботаник Ботаник каббалист Попрет Лаймо поплохело Ну ладно Я знаю что это эти Пластинки Там что-то Ля-ля-ля Которые там Вот этим Фотосинтезом Занимаются Да? Да Молодец Ну на троечку То хватит Нет Нет О, эта композиция У нас уже играла По-моему Когда был Пятичасовой стрим Мне кажется Там много чего Играло Угу Но скаловомыш Я перегнал лады И я тоже выбил Платины В обеих частях До второй Никак не могу добраться В смысле Я ее прошел Разик Но это ж не серьезно Правильно В хатлайне Майамито Как-то уже и желания нет Хочется хотя бы They bleed pixels Да пройти У тебя кусочек Отрезался По-моему Так Точно Еще купили Бэтмена Телтейл Будем обмазываться Бэтмен Марта Почему ты сказал Это имя? Восьмое Марта Хатлайн Майами 2 Хард убийственный Да Я на харде играл Там Я не знаю Как сейчас Но Дико глючно Все было Особенно Эти идиотские Застревающие В дверях Враги Просто вообще Жесть какая-то И Неожиданно Совершенно То что Теперь Игра Не на Ну в общем Там угол обзора Несколько Меньше Чем должен быть Для того чтобы Играть комфортно То есть нужно Практически наугад Шмалять Иначе в тебя шмаляют Уз другого конца карты А ты в общем-то И ничем ответить не можешь И не против Да А ты в общем-то И не против Потому что ты уже мертв Через чур Хардкорна Э Хорошая игра Вчера я для себя Открыл Покернайт 2 Господи К слову Telltale Надеюсь В ужасе Немедленно закрыли У меня он есть В этом В бандле Telltale Который был Давным Давно Году в 12 То есть там был Боун Сэм Сэм и Макс Волосы Громит Еще какая-то фигня И вот Покернайт 2 А что это такое Это не покер Это полуинтерактивный Покер с квиктайм Ивентами И идиотскими Диалоговыми Опциями Не ожидал я Эша увидеть Сэмом и Максом За одним столом Эша которого Из злодящих Мертвецов что ли Это покер С кучей Диалог Ну да Это короче говоря Провинциальный игрок Только сделанный Telltale Да Эш измерц Господи Ну в общем-то У них неплохая Компания вышла Там очень много Вариантов фраз Много анимаций Много всего А и Гладос Рулит короче Процессом Неожиданно А у них там Это за копирайт Инфрингмент За жопу не взяли Их там Кстати кто-нибудь Может мне объяснить Вот есть Батлблок театр Игра в стиме В которой я один ради Поиграл Почему Она фактически Единственная Ну там еще портал Есть Которая создает Свой отдельный инвентарь В стиме И там постоянно В нем какие-то предметы Мне накидываются Что это за херня Клэп трэп из борды Я в борду не играл Извините Но я немножко Поиграл с Лешей В кооп Точнее как в кооп Я его в дуэли Напидорасил Несколько раз На иксбоксе Еще по-моему И понял Что мне это не нравится Скучно С заговором осумов Конечно Это про Батлблок театр Но Сводят меня с ума Понимаешь В косинь день Недели Суббота Суббота Лучший день Да Пожалуй Пупырчатые лаймы Продолжаем рисовать Ненависть Сама ненависть Кибермасоны Тестируют тебя Кибермасоны Батлбок театра И только им Ведомо Зачем Да Кстати Тоже Вчера расстроился На Кок Распродажи Весенние По-моему И Там Как обычно Они бандлы собирают Да То есть Там Такой бандл Такой бандл Такой бандл И Я выяснил Что У них там Хипстерский бандл Что у меня Аж две игры Из него есть И к хипстерским Играм Относятся В том числе И Ой блин Какая же там игра Была хипстерская Ну во первых Аквария Я поржал Вообще Хипстерская Дальше некуда Во вторых Короче Какая херня У меня там была В общем я хипстер Ребята На На 2 седьмых Примерно Это печально Цитоплазму Придется Очень долго Рисовать Но мы же Никуда Не торопим После Горшочка И мишки В общем Тут уже Не страшно Ничего Почему цитоплазму Будет сложно Рисовать Кстати Долго Точнее А пидорский Бандл Там был Ну я не знаю Мне кажется Пидорский Хипстерский А не Радиатор Он же бесплатный Самая гейская Игра На свете Но если бы Они вложили Этот Господи Как он Назывался Про Лесбиянок По дону ходить Gone Home Сибель Потом Вложили бы Еще Радиатора Бонусом Her Story Read Only Memories То это Был бы Такой Это Queer And Proud Of It Этот Самый Бандл Хотя Ладно Туда Туда Этот Не входит В Харсторе Акварию Типа Хипстеры Делали На Gamescom Заметили С бородой И в клетчатой Рубашки Все что заметили В клетчатой Рубашки Все нарекут Хипстерам Ну да Еще не сделали Игру Про Гейских Дровосеков Был Такой чувак В твиттере И сейчас есть Punches Bears Бьют медведя Бьют медведя Punches Bears И Он Всякую фигню Для VR Делает В частности Сделал игрульку Hipster Toss То есть Тебе нужно В момент Короче Начало распродажи Очередного Айфона Кидаться Этими Айфонами В хипстерах И их Очень далеко Отбрасывают Очень смешно Выглядит Потому что там Рэкдолл Физика Заливка Плюс Много Много Оттенков Я не буду Париться И сделаю Все Очень просто Однотонно Когда смотрел Геймплей Гоум Холм Я был очень Раздосадован Тем что Сюжет происходит В мой день рождения В год Моего дня рождения Это очень Крипи Ну Еще там Джиллиан Андерсон Секретные материалы Кассеты С записанными Сериями Секретных материалов Начало 90-х Хорошо что Мой год В 88 Был очень унылым И никому не интересным Погоди Ашему А да Пардон Шенму Конечно Она не в 89 А в 87 Подожди Да 30 лет было В прошлом году В 87 30 лет Когда Тот день Когда пошел снег Декабрь Или ноябрь А в 98 Что было? В 98 Что было? Дримкаст Вышел Например Чтобы застрелиться Чтобы застрелиться Нахрен Гоунхоум Долго искал дробовик Ну Да Папаша В Гоунхоум Не похож на тех Персонажей У которых Может возникнуть Дробовик И самое Ржачное Что Я Прочитал Вот этот Синопсис Его Идиотской Этой книжки Про Профессора Который возвращается Назад во времени Чтобы предотвратить Убийство Кеннеди И совсем недавно Ведь был Синопсис То ли Кинг То ли кто-то Еще же Из писателей Или сценаристы Пообещали Вот именно Такой сериал С таким сюжетом Я так ржал Говорю Блин Вот Гоунхоум Прорывается В реальную жизнь Слава богу Я не играю В линейные Симуляторы Ходьбы Кстати Я же Я же говорил Да Что я озвучил Видеоигру Я повторю Это лишний раз Нужно повторять Повторять Конечно Такая Идиотская игра Называется Shadows Shadows Peak Да Угу Ага И он какой-то Украине сделает В одно рыло На Сорсе По-моему И там Я есть Два раза Прям Voice acting Так что Если у вас Будет лишняя денежка Поиграйте Ну или Сам сначала Поиграй Не У меня нет столько денег Он мне заплатил Как бы это Меньше Чем у меня Нет Больше на самом деле Но Стоимость игры Потом подскочила Да Была у Кинга Книга Книга Кинга Там где Там через шкаф Чувак вроде путешествовал В стене Отлично Прямо Прямо Ладно Или как этот Чувак Silent Hill 4 Через дырку Да как шокер Через розетку А шокер Через розетку Да Черт Я все прослушал Что я говорил Shadows Peak Там есть моя озвучка Аж Двух персонажей Может быть там Наверное Предложений Десять суммарно Наберется И да Я там говорю Наверное Самые идиотские Фразы по сюжету Моя видеоигровая Слава Не за горами Это что за Вышиваночка Это эндоплазматическая сеть На которой расположены Рибосомы Рибосомы На которой расположены Рибосомы Называются Гранулярные Риба Знаешь какая реклама была Триколор ТВ Или еще что-то Сидят Такие Деды-пердеды И Один из них такой Рыба Триколор ТВ Или НТВ Плюс Я не помню Насчет этого Я тоже кстати удивился Неприятно Насчет дубляжа Что в Зверопое Прозвучало слово В детском мультике Старпёр Бывает Ключ бы хотя бы кинули Разрабы Чисто символически Что за люди такие Они не денег заплатили Я не жалуюсь Теперь репетур придется Уступить дорогу Я думаю что даже Этот Господи Короче Как это Наросла Та Два чувака В озвучке Один ванчарт Это озвучка Трой Бейкер И второй Самый-то знаменитый Оба подвинутся В общем Они такие знаменитые Что я их даже не помню Ждем когда ты озвучишь Радио Fallout 5 Который будет Хухи Я должен сместить Этого Бонуса Или Гамовера Кто там их озвучивал Радио Хотя я бы да С удовольствием И да вы не поверите Я именно радио И озвучивал В этом В этом Шадовспике Просто Такой Ведущий Сьюзан Это очень интересное событие Да Не Если есть возможность Поиграть в это Поиграйте Скажите Я там вообще есть Встроен ли я Финальный вариант игры Потому что Я не знаю Картофанчик какой-то Митахондрия Митахондрия Кстати Единственное Кроме ядра Органелла Клетки У которой есть Своя собственная ДНК Карельский Три Догнает Калитка Карельская У меня Когда я был На маяке Меня все Порывались Применить Своем Идиотском Ток-шоу Эти Придурки Которые Двое в лодке Им надо было Чем-нибудь заполнить Какие-нибудь Руприки Создать Они говорят Дима А давай ты будешь Ходить на всякие мероприятия А я такой Ходок По мероприятиям Что обосраться И будешь Там рассказывать Такое Типа Краткую выжимку Че происходит А назовем мы Все это дело Горожанин Менчуков По-моему И таки они это назвали Горожанин Менчуков И эта идиотская передача Сколько выпусков Наверное 6-7 было В итоге Потом меня Все-таки уволили Ба Нет Я не готов играть В Индии В стиме Она же розовая Кто Митахондрия Да У тебя пирожное Картошка Почему-то Получилась Что за Идиоты На радио Работают Это ГТРК Детка Или только В животных Да Они разные Бывают Лиза Сейчас Просто не помнит Да Помню Помнишь Все равно Никто не слушает Тем более Я схожу Не из того Какого Ни цвета И из того Хочется мне Насчет Никто не слушает Это очень верно Подмечено Дело в том Что Там Слушателей Было действительно Немного Нам звонило Буквально Там Сколько Человек Пять Из них Четыре На постоянной основе И из этих четырех Двое Жаловались То есть Один был Какой-то Дворник Иван Который Все говорил Что мы Перебиваем Его любимую Передачу На федеральном Маяке Типа Заткнитесь Уже Потом Его встроили В разговор Он дозвонился Таким Какой-то Вопрос Задали Ему Понравилось Видимо Он с тех пор Перестал Барагозить А потом Был такой Чел Который Все время Жаловался Вот Постоянно Я сидел На телефоне Тогда Еще типа В роли Редактора И Ну поскольку Надо же платить Нормальному Редактору А мне платить Не надо И Там Получается Звонит Чел И постоянно Жалуется В начале Каждой Передачи То есть Он Стабильно Ваша Передача Говно Типа Уберите Ее Звонил Наверное Раз Много Одно Когда мы Даже Самое Смешное Было Когда Ток-шоу Один час Сначала Шло А потом Стало идти Два часа И он В первый же день Позвонил Сказал Вы что Блин Издеваетесь Что ли Я вас просил Убрать А вы вместо Этого Два часа Делаете Но у меня Чуть истерический Смех Не разбил Тогда Извините Мы разберемся В общем В конечном итоге Он мне задолбал Я начал его сбрасывать Потому что у нас А он появился А пидоры Прекратите глушить Мои передачи Примерно так Он мне звонил В течении двух часов Он мне однажды Позвонил 80 раз То есть у чувака Было очень много Свободного времени Потом я ему все-таки Поднял трубку Сказал Мужик Позвони в приемную Че ты мне по мозге паришь Я же не могу Отменить передачу Просто так В конечном итоге Он меня поблагодарил И начал звонить в приемную Наверное Они там очень рады И все долбанутые Извращенцы Да Я крайний раз Спецом слушал Эхо Москвы Передача Полночь 21 век Про музыку Которая нет Примерно так же Как и той передачи 30 выпусков Можно найти на Рутрекере В каком-то роде Культовая вещь Вот ублюдок Извините А ты еще и комменты На ютубе Бугуртишь Да Переживаю Да не Не бугурчи Я так Пополыхаю Пару минут Потом все Пушкает С культовыми передачами Я тут На подфм Когда выкладывал Наши подкасты Которые никто не слушал Потому что Платформа подфм Это вообще Просто что-то С чем-то Идиотское Просто Ну Чуть ли не единственное Бесплатное Без ограничений Значимых Там была Передача Аквариум С Гребенщиковым Я оттуда много Послушал Про Ника Дрейка Про Элиата Смита И прочих Гитарастов Ну правда Я их и без того Знал уже Потому что я слушал Смотрел фильмы Этого Пола Андерсона Нет Не Пола Андерсона Подожди Уэс Андерсона Конечно Кристы Не Аэростат Да Да-да-да Что-то такое Дирижаблеобразное А почему ты на Ютуб Не залил С самого начала Эти подкасты А дурак Потому что Я был за Такую Диверсификацию То есть Понимаешь Нужно Дескать Как можно больше Ресурсов захватывать Но потом стало понятно Что Во-первых На них контроля нет Никакого А во-вторых Ну вот сейчас будем Если подкасты Таки продолжим писать По секретным материалам И по прочей фигне Буду выкладывать на Ютуб Плюс тогда еще казалось Типа надо же Все-таки Видео-сопровождение Как это делать Пукан надорвется Нет Пукан не надорвется На самом деле Пукан гораздо больше Надрывался Постоянно придумывает Разные описания На разных сайтах К тому же Я же не могу На Ютубе Все деньги Заработать С прослушиванием Наших подкастов Просто картинку поставь И все Да, я так и делал Гребенщиков Мудак, извините Ничего страшного Абсолютный мудак Мы Когда на ГТРК работали Со звукоинженером Постоянно Песни его перепевали По-идиотски Как-то мы типа Ну-ка мечи Говно на стол Ну-ка мечи Говно на стол Ну-ка насри В посуду Все говорят, что срать нельзя Все говорят, что срать нельзя Я говорю, что буду Я не вижу проблемы с этим Так теперь и я не вижу проблемы Опять же говорю Изначально был план В диверсификации производств То есть Отойти в сторону То есть Летсплейники это одно Подкасты это другое Ну и в принципе Это оказалось рациональным решением Потому что подкасты Мы с Алексеем Стабильно записывать не смогли С Виктором Мы их стабильно записывать не смогли С Алексеем Мы их записывать стабильно не смогли Единственный человек Которым я регулярно могу записывать Это вот Сидит рядом со мной Рисует клеточку А? Кто здесь? Притом, кстати Я даже записал несколько подкастов Которые вообще нигде не были Это Игровой подкаст Мы обсуждали Е3 С Максом Такой тоже Забавный товарищ Друг Алексея Можно посмотреть Наш быстрый летсплей Идиотской игры Вельвет Ассасин У нас на канале Это поймете О коме Вот А второй летсплей Ой господи Летсплей Второй подкаст Который никак не попал Это был университетский Как ни странно подкаст Алексей С которым мы обсуждали Фильм Ананас Он рассказывал про всякую фигню Которая есть в Петругу Но это был чисто для внутреннего потребления Тоже Не удалось его доделать Потом он уже стал неактуальным Потрачено Это печально Да Я пахом Метфизический гном Что? Таких подкастов мы не писали Или вы про мою вариацию Гребенщиков Не, какие-нибудь будут Когда найду Говору на себе В компанию Хороший ремикс на Марио Ага Я недавно наткнулся на шоу Виктора Пузо С пахомом Божественно А кто это? Что это? Я смотрел Канал Короче Придурка Продюсера Зеленого Слоника В общем Он тоже Очень странный гражданин Живет где-то За бугром Катается на каких-то Фуникулерах Постоянно И рассказывает Кулстори О том Что он думает По поводу разных событий При этом Мнение его Конечно же Бесценно Как и сам фильм Зеленый Слоник То есть В общем О, только не Зеленый Слоник Достаточно Долбы Ага Шоу Не надо Не, мы Зеленый Слоник Не обсуждаем Что там обсуждать Фильм Шедевр Отечественного Кинематографа Приятно Осознавать Что в отечественном Кино есть Зеленый Слоник То есть Есть от чего Отталкиваться То самое дно Я говорил Что я посмотрел Следующий фильм Так сказать Коллаборейшн Светланы Басковой Епифанцева И Пахома 2013 года Про завод Какое-то Идиотское кино Пять бутылок водки Лучше Закусон был бы Там что-то За Маркса Или как-то так Называлось кино Ну в общем Типичный такой Высер Звягинцев Стайл По морали Но поскольку Баскова Стайл Конечно не обошлось Без пиписьки Пахома Без отчаянно Истерящего Епифанца Говно какое-то Баско О да Еще тот гражданин Гражданочка Я знаю что Зеленый слоник 2 Снимает Э У нее еще Фильмы есть Да Как ни странно Есть Они говно Не смотрите Они просто унылые Зеленый слоник Он хотя бы Впечатляет Своей вот Абсолютной Какой-то Запредельной Херовостью Во всем Во всех аспектах Ее еще не забрали В дурку Так это были 90 Там Могли любую херню Снимать И в общем-то Все делают вид Что это нормально Вот как я про это интервью Вам рассказывал Парк Горького Что Чувак откровенно признается Что он трахал матрас Будучи под ЛСД Сейчас вот спроси Кого-нибудь Чтобы они такое же Что-нибудь сказали Ну еще такие Кэтчфрейзы Не давайте без Цитирования У нее случайно Брата певца Нет Тонко Нет она Баскова А он Басков Колбасков Впрочем По их уровню Таланта В кино Они где-то На одном уровне Она как кинематографист А он как актер Да я смотрел Фильм Наш Раша Яйца Судьбы Не знаю зачем Меняем тему Да пожалуйста О боже Да еще смотрел Москва 2017 Хороший фильм Лучший вообще Там Наш кинематограф Выдал вообще все что мог The best Это комната Наша Ну или не комната А бердемик Отечественного разлива То есть Зеленый слоник Это комната А вот Москва 2017 Это Это бердемик Я его в армии смотрел Москва 2017 Так одну минуту Извините Тебя обмазать Давай А то потом мыться Тебе еще надо Я же тебя не пущу Кто-нибудь делал Когда-нибудь татуировки Вы знаете Что нужно потом Мазать мазью Бипантен плюс Которая Очень помогает От трещин сосков В период Грубного Скормления Ты так часто Об этом говоришь Что я подозреваю Что ты лично Через это прошел Сосочки намазал Сейчас происходит Сексуальный процесс Намазывания Татуировки Извините Легкий перерыв Сильно Лишняя краска Сползается Так На голову Не намазал Документарий Мне тогда казалось Что мир поехал Да В декабре Перед запланированным Концом света Классно Это документальный фильм Да Зитюман По версии Не знаю Ну У Биг Дебера Или Биг Бе Как его Правильно Фамилия В общем Автор 99 франков Он примерно так Мир видит Только если бы он был Русским Запойным Алкашом Менеджером Примерно так бы Он его и обрисовал Я частенько Трачу время На поиск Старых Видео Городов Наткнулся на видео С очень хорошим Качеством Какого-то Хоум видео Всяких Каких-то Стрёмных Пидеров Во второй половине Восьмидесятых В Нью-Йорке Видео Городов Так это вы Небось На это Какой-нибудь Энди Ворхола Посмотрите У вас есть Замечательная Возможность Несколько часов Любоваться На архитектуру Нью-Йорка Можно же На Archive.org На прочих Ресурсах Всякую херню Искать Я как-то Тоже увлекался Я искал Старые Книги Сказок И прочей фигни Мне очень Иллюстрации Нравились Что-то музыка Насшептывает Почему бы это Эй Слышь Убей всех Возьми топор Так-так Что-то у меня Видос отстает Вот это Если кому интересно Не важно Из чего Сделан топор Важно В кого он Вкладывается Вложи душу В топор Такая басовая Линия Изначально Была Как Судье Дреди 12-го Года Как сказали В комментах This is like Some dark Web Shit Вообще Забавно Когда такие Видосы Добираются До Ютуба И ты даже Не знаешь Как на это Все Реагировать Я например Тоже На тот же Archive.org Когда захожу Я не знаю Как реагировать На то Что Там очень Много Всего Арабского То есть Я поскольку Не знаю Арабского От слова Совсем Меня все Время Смущает Тысячи Видео Когда Какие-то Их Арабские Священники Сидят И просто Рассказывают Что-то Перестал Я не знаю Что они Говорят Может быть Они конечно Говорят Типа Будь достойным Сэндом Своего Отечества Но они же Вполне Могут Говорить То же Самое Что Отрежь Голову Всем Неверным Прямо Сейчас Возьми Топор Вложи В него Голову Кого-нибудь То есть Фак Вообще И я Совсем Не удивился Когда Archive.org Временно Заблокировали Втихаре По Роскомнадзоровскому Навету Потом Разблокировали Но Фиг знает Что за Архив Интернет Архив Это Раньше Был Еще Так сказать Ну Альтернатива Кэшу Гугла Archive.org A-R-C-H-I-V-E Точка Орг Интернет Архив Там Есть Вот это Wayback Machine То есть Отмотка По Кэшу Страниц И Самый Главный Раздел Это Контент То есть Там Есть Аудиоконтент Видео Игры Софтвер Ну и Прочие Тексты Еще И Причем Там Судя по Количеству Ну по Играм Там Такой Просто Кладезь Вариза Он Невероятный Там Там Например Ну Просто Можно Конечно Назвать Это Все Abandon Layer Но Видеоконтент А мне Интересовался Я Смотрел Одно Время Искал Всякие Фильмы В Паблик Домейн Ну то есть В конкретном Общем Доступе В принципе Прикольно Там Например Был Фильм Хоррор Экспресс С Двумя Звездами С этим Ужастиков С Кристофером Ли И второй Там был Не помню Как звали Дяденька Но тоже Очень много В каких Ужастиках Появлялся Странное Видео Напомнило Отпуск без Конца Джармуша Только Реальный А еще Archive.org Очень полезный Ресурс В плане Там есть Архив Выступления Президентов Американских Например То есть Когда я готовил Курсач Или диплом Я не помню Я прям таки Реально И смотрел выступление Цитаты записывал Че там Буш говорил Про свою Эту Неоконсерваторскую Адженду Удобно Пойду-ка Пойду-ка я руку Сполосну А то Какой-то Жирный Тут сижу Давай Давай Простите Меня Нет Удобно 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Реже всякие интервью... А вот вы посмотрите в паблик-домейн-видеос в archive.org Там же выкладывались постоянно всякие, во-первых, документалки, во-вторых, инструктажи по безопасности, например, что делать в случае ядерного взрыва, в случае ядерной войны с Россией. Я эти видосы тоже смотрел. Смотрел видосы про устройство радаров. Прикольные. Типа Duck and Cover. Это, кстати, точно передает содержание этих инструкций. Прикройтесь, ветошь я поможет от ядерного взрыва. И фоллаутовскую атмосферу вот этого самого грядущего конца, который вот-вот уже случится, это... Эти видео передают гораздо точнее, чем в поздней части фоллаутов. А что это за пуповина, которая идет на всей протяженности? Эндоплазматическая сеть. Пам-пам-пам! Угадай, для чего? Для передачи веществ. Фоллаутовская атмосфера лучше всего передает доктор Странижелад. Он передает атмосферу добротного дурдома. Очень ржачный фильм, мне очень нравится. Нам его как-то продемонстрировал, по-моему. Наш препод по стратегии национальной... основам национальной безопасности. Отличный мужик, это лучший препод был у нас в универе. Момент с продакт-плейсментом не помню. Смотрел давно. Но помню общую атмосферу дурдома. И концовку, конечно. И да, идиотский монолог этого полковника, неполковника. Кто там завладел ядерным оружием. Про флорированную воду. Фторированную. Кстати же, эту же фантазию, то, что в воду что-то подмешивают, использовали и в тех же секретных материалах. Например, в одной из серий, там, когда Малдор его типа ЛСД накачивали, подмешивали в воду. Там была внезапная реклама Кока-Кола. На бомбе, небось, где-нибудь. При всей драматичности это было очень смешно. Да ладно, фильм дурдомный. Вообще-то какая-то драматичность. Просто рожака сплошная. Так же, как и этот. Whack the dog. Хвост виляет собакой. Это сцена, где они мелочи пытались добыть. Не помню. Очень давно это было, простите. А, ну понятно. Тебе надо, знаешь, анимацию такую делать. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Так. Так. М-м-м. М-м-м. М-м. Бл-бл-бл-бл-бл-бл. Р-р-р-р-р-р. У меня не получится, печечки не рисуют Ну пипец Поэтому сделай так Что-то на радио стали совсем долбежку врубать Вы можете зайти на сайт И попросить их включить что-нибудь другое У них же очередность есть Этот плейлист там видно, что будет играть в ближайшие полчаса Прикольно Ну поскольку это чистый интернет Чтоб нет Чтоб нет, да Я бы врубил, конечно, этот французский Или бельгийская радиостанция была С Синтвейвом Драйв Рэйдио Вот он, блин, офигенный вообще был Но, во-первых, я боюсь, что там Копирайт инфринджмент будет сильный То есть Могут звук и вырезать Может еще позвонить ему, пожаловаться Да, на горячую линию Пятичасовой стрим в конфернт Издеваетесь, да? Нет? Пять часов не будем сидеть Нам надо успеть к 23.40 на кино Да, у меня, в принципе, уже немного осталось На самом деле Ну, чудесно Всего-то вон Всего два часа почти сидим Фигня Вопрос Так У меня осталось только полочку, собственно И стоплазму сделать Что за кино? Так на лохана Про людей икс, конечно же Так поздно Пять часов за зиманчиком Это такой, знаете Канал, ночной канал Я уже тут так всех схемал Да не, почему Вы нам очень нравитесь Как самый верный зритель стримов Каким сделать цитоплазму Адовой, ярким Нет Клетка была такая вырвиглазная Кислотная Ты кислотный Расскажи лучше, чем ты занимался Последние несколько часов до стрима Носу ковырял Лепил из глины Всякую фигню Разве? На Буду разве Мы как-то летом От нефиг делать Сидя в Воломе Вылепили Фан-арт, так сказать К собственной игре Про бобра и ворону Бахчи, да Сейчас я вам даже покажу Пока тут оптимитичная музыка Уууу Прямо как из опенинга какого-нибудь На Ворону показывает Потому что ее делал я А она стрёмная Из какого-то Слайсового аниме Так Вот вам в общем Бобер Эй А вот как арка Который он перепрыгивает Эй Вот такой вот у нас Арт получился Медальончик забыл Медальончик, да Бахча Да Молодец Медальончик Не видно будет Какашка как настоящая Это неспроста Бахча 2 confirmed Да Определенно Определенно Надо сделать вторую Бахчу Да Я вообще считаю Что нужно делать эпизодическую Бахча The Tabletop RPG Мы даже можем сделать Уже коллекторс эдишн То есть В коллекционном издании Какашечки Делать глиняные Мне кажется Это будет большой спрос Аниме закончилось Поехал Рэпчики Е-е Немцы нам что-то ругаются Разве немцы? Предзаказ открывайте На Greenlight Еще успеем выходить? Немцы-немцы Мне кажется Или ты побрился Да Это была большая ошибка Не повторяйте Да ладно Мне нравится Ну Жене Слава богу Как это? Она льстит Говорит, что ей нравится Но Мне лично Видеть какого-то Шпендика в зеркале Не очень прикольно Вот Поэтому Я это повторять Больше не буду С бородой У меня ситуация такая В 2007 году Я начал Ротращивать Потому что Подумал Что-то я как Чмошник Выгляжу Это было Верное решение В следующий раз Я полностью Побрился В 2012 Отметил Пятилетку Ношения бороды Еще один раз Было в прошлом году Чисто вот Лизе Показать Тогда еще Будущей жене А сейчас Вот Тоже На 8 марта Такой говорю Хочешь Побрить Давай Не повторяйте Моих ошибок Если вам кажется Что вам идет борода Не сбривайте ее Подумаешь Тебе голос Не соответствует внешности С кем не бывает Да Шурин Немножко удивился Не знаю Я уже с тех пор Как стал безработным Забил на бритье Хорошее дело Завидую Мне приходится Носить накладную Это как в рассказе Горчева Борода Читали Горчева Дмитрий Горчев Замечатель Писатель был Абсолютно Мне тоже кажется Что это ошибка Да Мне тоже Я исправлюсь Дайте мне Одну неделю Я выдавлю Из себя Вы сегодня добрый Кстати Особенно добрый Хоть я теперь Выгляжу Как алкоголик Но все же Лучше Чем раньше Нет Не читал Но генотип Меня С бородатостью Опрокинул Вот тот Приятель Который Друг Который Нашелся Таким На прошлом стриме Если помните У него У него тоже Такая же Беда С отсутствием Волосатости Ну да ладно Не будем о грустном Почитайте Дмитрия Горчева Отличный писатель Был Он такой В ЖЖшечке Кстати Его записи До сих пор Сохранились Он из тех Которые в ЖЖшке Писали Потом Он Жил Некоторое время В Казахстане И работал Потом переехал В Санкт-Петербург Начал писать А из Санкт-Петербурга После развода С женой Или что-то такое Занялся Эдаким Дауншифтингом Уехал В глубокую жопу В Смоленской области На границе С Белоруссией И там Что-то Сидел Угорал И изредка Пописывал заметки И рассказы Очень клевые Но у него иногда Попадались Конечно Штуки Рекомендую К сожалению Очень сложно Найти какие-либо Его книги Поэтому Поэтому качайте Я думаю Покойный автор Не обидится Знаешь будто Тот чувак Который валяется Переволки Слушает разных людей Говорит Я на твоем месте Я бы не стал А что делать Нет На твоем месте Я бы не стал А что делать Парень А еще Это наверное Тот бич Который Мимо которого Все супергерои Там или что-то Пролетает Он такой Типа Или там Я посмотрел Тизер Дэдпула 2 Я думала Ты не станешь Что делать Ну Я на перемоточке Это сделал Это говно Кто бы мог подумать Кто бы мог подумать Да Угу То есть Но что меня порадовало Насколько я понимаю У них сейчас нет Ни режиссера Ни сценариста Ни продюсера Но фильм Они все равно Планируют снимать Их это не останавливает То есть Я заметил Что по уровню качества Он в принципе Такое же говно Как и первый фильм Тизер То есть Им уже даже не нужны Ни сценарист Ни режиссер Ни продюсер Они в принципе Вот эту херню Будут молоть Весь фильм Ты сделал Большую ошибку Парень Молодец И как Да Внезапно Говно Совершенно Внезапно Возникло желание Еще раз посмотреть Сцену Где Дэдпула Зашит рот В лучшем фильме Про Росомаху Вкусно? Не Я так Полглаза Аккуратненько Там еще Типа смешные титры Смешнейшие Читать я их Конечно не стал Я устала Как земля Сорокинская земля Это в том фильме С картонными взрывами Это в том фильме Который утек В виде Прилизовой копии Люди Икс Начала Росомаха И голыми полигонами Без текстур Да Он самый Причем мне кажется Финальная версия Она тоже вот этим щеголяла Особенно когда он что-то там Перед зеркалом вставал Панты гнул И у него как раз Лезвие Такое ощущение Что вообще Не затекстурированные были Это было смешно Это было очень смешно Фильм был прекрасен Своей идиотии Ну Следующий фильм Мэнголда Тоже был такой Не ахти Но он был прикольный Именно в моменте Все что не касалось экшена Экшен был полное дерьмо Вот невозможное дерьмичие А когда смотришь идиотию сюжета В принципе Ну очень прикольно Субтитры сделал DimaTorzok Ты все хитрее и хитрее закрашиваешь Сначала пикселями Потом линиями Ну да, мне так Вы что-то неприлично Крисуете Вчера Значит Лиза пришла с английского И доложила мне Что их преподаватели Питер Гаушный Там у нас Занимается по учебникам Собственной выделки Сделанными в собственной типографии Дай мне вот эту вот фигню пожалуйста Я покажу вам Эту идиотскую типографию Этих идиотских идиотов Которые делают Вот такие книжки С таким переплетом Которые вот Открываешь И они такие Обратно То есть Чтобы поработать на них Тебя надо как минимум Так порвать Как следует В общем Forest management Конечно же Так вот В этом учебнике Forest management Оказалось Такое Такая словоформа Horny bark То есть This bark Of a fur Is quite horny То есть Получается Что Кора Ели Достаточно Horny И Преподавательница Которая преподавала У них Она не написала Этот учебник Написала преподавательница Другой подгруппы Она в некотором Замешательстве Оказалась Сама То есть Что это такое Вообще Потом выяснили Что якобы Имеется ввиду Вот Что имеется ввиду Непонятно Что имеется ввиду Я нашел Сучковатая Да Типа сучковатая Я нашел в гугле Ровно одно Употребление Horny В данном Ну именно Не порно Аспекте Это оказалось Какое-то Натуральное Дерево У которого шипы были На коре Все Больше ничего Не обнаружил Остальное Horny Три Это как бы Вплоть до картинки Где дерево У которого Типа пенис Такой деревянный Или помнишь Дерево Которое Другое дерево Да-да-да Хитро Я боюсь Что после Логана У Марвел Проводится кровожадность По внутренним фронтам Господи Никогда не выучу английский Ненавижу английский Ну вы блин Даете Рогатый Ну ясно Horny Очень рогатый В общем Так-то Horny Это возбужденный Но я думаю Вы уж Вроде Должны знать Такие вещи Ясно Просто с преподами Не везло Оправдывайтесь Оправдывайтесь Я английский Выучил Потому что Самому хотелось То есть Это было как У нас в школе В поселке Преподавали немецкий С пятого По седьмой класс Я изучал немецкий В восьмой Я приехал изучать Уже английский Сказано было Нет Изучите Товарищ Нет Ну да Когда Подавали В лицей Они сказали Да Тупарь Английского Не знает Нахер Он тут кому нужен Вот Приперлись В нашу Эту пятую школу Сказали Да Вот вам Хэппи Инглиш Давайте Учите Программу За 7 классов Ну я выучил Пришел Понял Что я Сижу Среди Каких-то Адовых Тупарей То есть Меня еще Определили В б-класс Адовых Тупарей И я Так Господи Что это Такое Потом Перевели В а-класс Там чуть-чуть Менее Адовая Тупизна Была А поскольку Я постоянно Еще ходил На доп Занятия На репетиторство На всякую фигню Потому что Мне это интересно Было Потому что Я люблю Понимать Что в компьютерных Потом Куда-то далеко Ускакал Устория Я хика И пытаюсь сам Весь немецкий Дрался с соседом За парту У вас тоже немецкий был Это А, Б, Ц, Д, Э, Ф, Г Х, И, Й, К, Л, М, Н, О, П К, Р, С, Т, У, Ф, В Экс, И, Пс, И, Лан, Ц, Т, Ю, Х Что-то там Теперь я знаю А, Б, Ц Я не знаю Как это по-немецки Забыл Агрессивный немецкий У нас был смешной Шведский в университете Я Со своим одногруппником Весь семестр проржал Как идиот Потому что Это была такая Смешная смесь Английского, немецкого И французского Очень кретинская смесь А читали мы ее Как русские То есть Смысл терялся Полностью Поржал весь семестр Потом мне препод Благополучно Влепил два И Пришлось еще Два семестра Бегать за ним И исправлять Это дерьмо Ничего не помню Я просрал Четыре года В никуда Надо отказываться От переводов Совсем Да Я также просрал Пять лет На переводческом Отделении В универе Ну удается Думаешь Есть смысл Читать на английском Не переводе Да только если Навыки чтения Охота развить Чтение вслух Я вот говорю У меня книга Про колонизацию Австралии Роберта Хьюза Сейчас идет Очень со скрипом Она все время У меня идет со скрипом Потому что Я не могу больше 15 страниц прочитать Потому что там Очень много Словарных слов Определений И каких-то Исторических понятий За которыми Википедию Надо лезть и полчаса Читать Очень познавательная В этом плане книга Но Ну поднимает уровень Конфликт с преподом Был личные терки Вот со шведом У меня тоже был конфликт Но потом мы поделились Че Я имею ввиду Читать на английском Понимая смысл А не перевод Ну наверное есть Я так желязно читаю Амбер Но тоже Не торопясь У меня идет Потому что у него Очень красивый язык По сравнению С переводными Образцами творчества Поэтому тоже Я приостанавливаюсь И начинаю сравнивать Вольно-невольно На самом деле Читать Понимая смысл А не перевод Это буржуйство То есть Конечно в тупую Вслух переводить Наверное не надо Но Процесс все равно Медленнее Чем обычное чтение На русском языке Ну дополнительный диплом Конечно хорошо Но мне основного хватило Так у меня тоже Переводческая стезя Это дополнительная Квалификация К диплому Сложно читать Желязный Вслух читать сложно С непривычки особенно Потом привыкаешь Что касается Понимания Ну в принципе нормально Годик помучаться Потом начинаешь Достаточно складно Это делать Я английский Чисто чтобы читать Без проблем Тоже хорошее дело Но Для разминки Чтобы не забыть Постоянно нужно Заниматься Всякой идиотской Штукой Например В свободное время Постоянно повторить Некоторые фразы Как они произносятся Это очень смешно Потому что Вот Лиза Например Наблюдает Говорит что у меня Губы иногда шевелятся То есть я Ну просто зависаю И начинаю фразы повторять Я не могу Слух повторить Немножко стесняюсь Это когда я по улице Иду я например Один Я могу начать Слух разговаривать На английском Некоторые фразы Причем повторять По много раз Это выглядит по-идиотски Читать и понимать Но Вот есть простые книжки Там да Там детектива Там всякие Прочие фигни Их очень просто читать Что там еще Пытаюсь вспомнить Ну Например Бестера Какого-нибудь Альфреда Бестера Читать гораздо проще Чем железный Прикольно пишет Но не сложно Что еще Я читал еще Из Ада Комикс Этого Алан Мура Он очень мудреный Тоже Но мудреный Специально замудрен Честно у меня Такой ядерный бугурт По-английскому Хорошие преподы По-английскому Мыслят на английском Да не обязательно С 2013 года Пытаюсь выучить А в итоге По иголкам Иду Даже стыдно Понимать Как я начал И как я делал Возьмите Сейчас будет Стандартная рекомендация Минутку Возьмите вот Эту книжечку Вот этих авторов И штудируйте И штудируйте Последовательно Все что вам нужно Будет знать В плане правил Вы все усвоите Ну а в плане лексики Прочтите несколько книг По Логике Словообразования И все Остальное Самостоятельно Работа Это личный совет Просто Ну На всем моем опыте Как бы я не столкнулся С более эффективным Методом изучения Например Грамматики Пунктуации И прочей фигни Чем Собственно Изучение Учебника Полноценного Ну просто он рассчитан Где-то на Сколько-то там Тысяч часов Поэтому Поэтому не у всех Хватает терпения на это Да какой это тип Это так Издевательство Сплошное Не Будете стараться Выучить Что-нибудь Понятно Что все Не выучишь Никогда Ну Куда деваться Я вот Тоже для разминки Этого Ятси смотрел Австралийские Лесплейники Тоже было очень интересно Много нового узнал Про Ругательства Различные На слух Воспринимать Австралийцев Тоже Специфическое Удовольствие Фаличненькая Штука у тебя такая Ну У нас Помним математичка Честно Я даже фейлосы Не могу разобрать Я его когда переводил Знаете Какой у меня бугурт был Я начал с видео По фильму Дело 39 И Он там говорил фразу Что типа Фильм вышел в 2000 Таком-то году А Пролежал на полке И в итоге У нас в Канаде Вышел чуть раньше И это так здорово Потому что я могу себя Начать ненавидеть За то что Тра-та-та-та-та И вот этот Тра-та-та-та-та Я переслушивал Примерно Раз 200 Я так и не понял Что он сказал Поэтому сопровизировал В итоге Да Канадский прононс Тоже Очень специфический Сейчас то в принципе Уже понятно стало Конечно Но раньше Да Раньше то Ставало серьезным Препятствуем У Фейлоса Абсолютно шедевральные Вот не знаю Прям хочется перевести Это обзоры На Mortal Kombat Не на Конквест конечно А на Фильмы И на Journey Begins А также Концерты Черепашек ниндзя Блин Это Просто Самый идиотский Тупорылый При этом Смешнейшее видео Которое я видел Там из таких вот Обзоров Потому что Концертник Черепашек ниндзя Это вообще Уже сама вещь В себе такая Достаточно Придурочная Но и Какие он там Шутки Маршрутки Выделывает Просто падаю Все время С этого Я телефон Все это время Верх ногами держу Представляешь Молодец А он мне даже Ни сном Ни духом Я дружу С техникой Я все Узнаю Техники В общем Похоже на Стандартный Обеденный Стол Чей бы Ты ни был В смысле? Ну вот Клетка Да Обваленный Костями Сразу Со всех сторон Короче Такая Авокадина Картофелина Говяшка Говяшка Огурчики Корнишончики Да Нет Ясно Так Ну что На какой-то стадии Чуть-чуть осталось Наверное Кстати Вы мне озвучите Надо ли мне вообще Фейлос это переводить А то я Что-то делал Это делал Много лет назад Шесть Лет Да И Забил Поскольку Отклика Такого Тогда не было Потому что Я это еще Вконтактике Выкладывал Вот А потом И копирайты Начали лежать Я могу В принципе Этим заняться Для разминки Тем более Что у меня Первые Восемь или девять Видосов Уже есть Их надо Просто Переозвучить Честно Я не смотрел До сих пор Если копирайты То наверное Не надо Нет Но я могу Делать Его версии Которую он Сейчас на ютубе Перезаливает Они-то Копирайт Каким-то образом Обходят Значит и Моя Обойдет Добавишь Добавишь Жирку Нечень Посмотри Что получится Что молчишь? Я все думаю Я все думаю Что эта фигня Над лаймом Похожа на бровь Изогнутая Да И вообще Это Нос Такое Светло-зеленое Похож на Мистер Потейто-хед Частично У которого Заляпа Налицо Просто вспомнилась Мини-игра Из этого Из Джазпанк Мы записали Прохождение Джазпанка С бородой И оно все Похерилось Потому что Фак ю То есть мы конечно Прошли Посмеялись Ну я-то ее Уже не один раз Проходил Борода Первый раз Прошел А видео Похерилось В самом начале Это Глубой Кабачок Как космос В божественном Эфирном супе Это то самое Архе О котором Рассуждают Философы Которое Где-то есть Но никто не знает Где оно Или как это Вентилехия Главное Что прошел Да Я очень рад Что я прошел В очередной раз Его Но мы это Сделали Это вот Как раз Для Канальчика Кто-нибудь Смотрел Трейнспойтинг 2 Я тут Пару дней Назад Шел Недалеко От торгового центра В котором Как раз Сеть кинотеатров Находится И Там Шла Такая парочка Которые Видимо Совершенно Не представляют Что такое Трейнспойтинг Вообще И зачем Он нужен Но Они собирались На это кино И Товарищ Говорит Своей девушке Че Как это Называется Трепанация 2 Что ли Сам Трепанация Ща Посмотрю Трейнспойтинг 2 Ну и название Кто такие названия Придумывает Привет всем Здравствуйте Александр Ура Неужели вы к нам На огонек Заглянули Не жирновато Не ну нормально Нормально Мне как человека Не видевшему Первую часть Плакать не пришлось О боже Я вспомнил Почему я не выхожу На улицу Уже год Так так Интрига Я даже Книгу не читал Трейлер видел А я даже Трейлера не видел Я видел Картинку Где они все стоят Жопами на остановке То есть это еще Перед началом съемок По-моему был Саня как дела Рассказывай Давно тебя не видно было Ты там живой Здоровый Это клетка Да Молодец Прямо сходу Угадал В программе Есть спрайт Есть такая фишка Когда выделяешь объект Ты можешь придать ему Контур дополнительно Я очень рада Это не программа Спрайт К сожалению Есть спрайт Музыка Как на рейв партии Да Только с работы пришел У Александра Ночью в лесах Бедолага Я уже не могу Сегодня этим заниматься Так Востребованы услуги Юриста Ага Так ты всем объектам Хочешь тень нарисовать Да Но я думаю До ночи Буду все пять часов сидеть Я думаю Что не стоит Все пять часов сидеть И я думаю Что ядру Например Нафиг это не надо А печеночки Огурчиком Вполне можем Вакуаликом Окей Теперь музыка Будто из-за Age of Empires Ну и этой Оболочки Как здесь Давай Принимайся За работу Чайку может Да Стой Подай-ка Сколько мы уже По времени сидим Два часа Два часа Может перерывчик Да Давайте наверное Сделаем маленький перерыв Минут Десять За один присест Прямо обязательно Критично важно Что За один присест Все завершить Да Да Я даже больше скажу Это клетка растения Молодец Так Ну раз вы такие молодцы все Я думаю Вы не обидитесь Минут на Десять Десять Пропадем Да давайте в двадцать пять минут продолжим Окей Пока вам героическое музло И Саня только пришел Тут же Курить конферкт Молодец Десять Молодец Саня и Растик Десять Пропаду Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Это была совсем легальная версия С пиратским переводом В котором мы играли С Алексеем И там был отличный перевод Джонни Клетка Джонни Кейдж И фаталити была Фатальность Множественность Я даже не помню что это было Перевод прекрасен был Если не играли Mortal Kombat Шиолинские монахи На Playstation 2 Если когда-нибудь раздобудете Я вам гарантирую Это лучшая часть Mortal Kombat Для всех существующих Особенно на двоих Именно на двоих Мальчишник отстой дубовый Гарулес Это напоминает что-то из Jackass Да бросьте Говно какое-то Напоминает Сейчас вот Просто комедия 80-х Я не знаю что-нибудь приключится Эдди Мерфи забежит Или как он говорит Ну у меня нет друзей уже Заведите не друга Блин Поднимаем И еще немножко Опускаем Это я про музыку Я понимаю Посмотреть что за музыка Chrome Хрена лысого мы посмотрим Просто дичь Дурка В общем да Шаолинские монахи прекрасны Там прекрасен сюжет Прекрасна Боевая система Просто офигительно Лучший битэмап Потому что это единственный битэмап Где догадались сделать Один хелсбар на двоих Ну из таких Из известных Картошка такая грустная внизу Босс файты клевые Да От которых там кирпичей Роняешься Будь здоров Не кирпичей В смысле А полыхает Там еще платформинг Местами Это просто Обоссаться можно С тамошней камерой Картошка спит Мама спит Она устала Я модем включать не стала И зачем к модему лезть Если выделенка есть Отлично Это все больше начинает Напоминать игру Анатомик Ну примерно Да Музыкальный клип Что? Лиза Лиза Я всегда обожаю Когда в фильмах Говорят слово Чресло Особенно Облачный атлас И фраза Ты что Думал Что я захочу Размячив Себя Свои старые Чресла Это у нас Просто Мемчик Ну как Замечательный стишок Ну как ключик Прочий С брючек Отличный был фильмец Это подмышка Заросшая Чем-то зеленым Да Подозрительно Эльфийская подмышка Эльфишка Эльфишка Нравится музыка Продуха просто Сергей Прянишников Подмигивает Небось На фейсбуке Как раз Да я там Как-то хмырь Постоянно Один и тот же Подмигивает Даже не знаю Кто это Барабанщик Супримити Небось Нет Гитарист Никто не обратил Внимание Что В России У порнографов Очень характерные Фамилии Так например Вот Прянишников Снимал все эти Трэш-фильмы Трушные Типа Школьницы И прочее А у нас Петрозаводский Еще был свой товарищ Который сейчас Прикидывается Благотворителем И депутатом От ЛДПР Он был По-моему И сейчас есть Не знаю Пирожников То есть Прянишников Пирожников Вот у них Тенденция Порнушников Да Тенденция Таких Сладеньких Фамилий Сдобных Сейчас они Еще Псковское Порно Врубят Слава богу Я не застал Этот ужас Нет Псковское Не надо Спасибо Фины Человек-лось Какой-то Финский Человек-олось И вот Вяйни-мяйнин Пошел Костян Фу Щуки Сделал Из них Кантели Пип-пип-пип-пип Постпанк Версия Впал Я не знаю Что это Не смотрите На меня Будто На дачу С родителями Это 2006 Серьезно Она даже На будильнике стояла Что это такое Так как в обратной перемотке Звучит призывание демонов Так ты антихрист? Погоди-ка Сейчас допру Что это за мелодия Слипи Найт Что-то Как это называется Перед Рождеством Короче как Сайлент Найт Дедли Найт Потом сделали Зимон нельзя Фу Точно Это мелодия Это рождественская Американская Кто ж Очень хитрая Ну я не знаю Почему до Афины Решили так сделать Это ж фильм У них и скульптуры Такие же Дима Сцена Да Например Скульптура Посвященная их Великому композитору Яну Сибелиус Выглядит как Куча органных трубок Наплавленных вместе Специфическая такая Херовина Могу вам сказать Господи Спаси Господи И сохрани Спаси наши души Тема набожности Нас не оставляет Без паники Я так понимаю Ты мне каждую неделю Теперь задание будешь Придумывать Ты вроде Сама мне это предложила Да Ну и какое задание Будет на следующей неделе Вот ваш добрый Дизима Я еще не придумал Какое задание Дадим Лизе На следующей неделе Только чтобы она Не пять часов Рисовала пожалуйста И не больше пяти Но и не меньше Кстати должна была Учебник вроде Штудировать Все это неделя Чего-то Машин Да Я этим занималась И что Успех Ну да 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 уж Финская незалежность Купера Без бэкграунда Можно даже Почему финский Звучит как Огония душ Грешников в аду Это просто Унылая песня Поверьте Финский звучит Как дерьмо Он звучит Как примерно Не знаю Как финский Полупьяный Что-то лопочащее Дружище Будем развиваться Следующий будет Клетка ДНК Сейчас А потом Все это В конце года Это будет Персонаж Построенный Из клеток И всего остального А что такое Клетка ДНК Я не знаю То Александра Надо сплошить Это будет Гелиос Нет Не, ну а что Нарисуй человеку Бюст Гелиоса Пиксельный Он будет Нарисуй его В стиле Баянистого Господи Баянистого Коктейль Вижн Как раз Гоблина И все прочее Нужно будет Всю неделю Тренироваться Упорно ДНК Это кислота У кислот Клеток нет Братишка Прям пафос Какой На Тьфу ты Молекула Человек Нет Пожалуйста Не надо Человек ДНК Саня Как тебе Твоя Вязальная Машина А то Брательник Нам Когда Лизи Татоку Набивал Рассказывал Всякие Истории Про то Какая Она Жуткая Вундер Вафля Пафос Как в аниме Для подростков Да Да Это И какой Нибудь Эль Сейчас Думает Что Он Раскусил Киру Или Он Собирается Мыть Ему Ноги В этой Чрезвычайно Гейской Сцене Помнишь Эту Сцену Нет А Смотрела Что Death Mode Да Не Помню Видимо Он тебе Не понравился Нет Я Диня Скинул ВК Фото Того Чем Я сейчас Занимаюсь Так что Мне можно Тупить Сейчас Посмотрим Фак Зачем Вы Напомнили Эл Умрет Спойлер Ха 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 Дмитрий Осторожно Вы можете Стать Управленцем Говорит Мне Хэдхантер Ху Бог Миловал Звездец Звездец Посмотри на это А ты че шьешь-то? Это какие-то трусы, что ли, шерстяные? Вяжешь ты Мело Единственный небесящий перст был И того убили Дружбан угорал, когда был подростком 8 лет назад, что ли Да В общем, я вам могу сказать, что вязальная машина у Александра Жуткая Но у нее еще такой Этот Футляр Как Как Не знаю Знаете, в фильмах Вот Мариачи ходят Прячут большие пушки В таких футлярах Вот че-то похожее Жесть Че вяжешь-то? Давай, признавайся Трусишки, нибудь Себе Стринги Сушественные Я вижу левую полочку Будущей кофты Они там по полочкам раскладываются В общем Чтобы вы поняли Вязальная машина представляет собой Такой огрызок Ткацкого станка Из фильма Особо опасен Если смотрели Че-то снова будто на даче с радаками Да у вас радаки Прикольные ребята Позитивные Мне кажется, если бы я ехал куда-то То я бы приехал вот таки Вот в то место, где унесенные призраки Судя по этой мелодии Да уж Яролож какой-то Пара-бара-пам Любимая шутка у нас была На киноподкастах Мальчишки, девчонки Не, че-то не укладывается мотив Тут такая опухоль в углу Куэйт, ты должен запустить реактор Куэйт, зайди в ядро Куэйт Звучит как ремикс какой-то JRPG эпохи PlayStation Я процентов на 70 уверен, что это так и есть Кстати, жалко, что еще Сайт overclock.net не запустил свое радио По крайней мере, я не в курсе Вот оттуда бы как раз ремиксы бы дернуть Потому что я их и так для оформления всего использую В радиальном формате было бы тоже интересно посмотреть Косточки Аф, аф Сверху выглядит как тортик Что именно? С говном Позитив, как всегда Дрожи Вы уж определитесь, либо дрожжи, либо дрожжи Ой, я этот ремикс даже слышал Сто лет назад Да? Но Картошечка Кину-ка я картошечку сверху на тортик И говно Не, ну такой тортик можно, в принципе, сделать При желании Отлично Глазурированный Вот это все так Сделать Креминой Необычный торт, поэтому дрожжи Окей Есть подозрение, что у меня эта композиция до живого для записи есть Что вы говорите? Да, это важно Я, кстати, очень удивился в свое время, когда узнал, что один из демосценерских сайтов спонсируется компанией Pixar Например А когда я где-то говно закончу? Когда-нибудь, ты это говно закончишь? Сколько еще? Типа половина сотрудников из демосцены у них там? Я думаю, что какие-то сотрудники из демосцены у них точно есть Не зря же они все это делают Деньги под это дают Откуда-то визуальщиков брать надо Да, я определенно узнаю эту упор, эту мелодию Я слишком старпер для такой музыки Кстати, как вы говорите, старпер или старпер? Потому что я слышал от некоторых товарищей старпер Но мне кажется, это жертвы как раз буквы Отсутствующие буквы Ё в литературе Я-я-я-я-я-я, господи Я предпочитаю старый добрый harsh noise Помню у нас Много раз рассказывал ДК машиностроителя местным Крупное такое, понимаете, заведение В общем, его ремонтировали Как под современный танц Площадь, да В общем, несколько залов было Изначально в подвальчике такой Здоровенный зал И на первом этаже На цокольном И вот там вечерина была по случаю открытия Обещали Drum'n'Bass И... IDM, по-моему Поскольку мы большие любители Drum'n'Bass Мы пошли Это был год, наверное, 11 или 12 В общем, как выяснилось, Drum'n'Bass они поставили на цокольном этаже Где было очень и очень мало места И при этом полы были абсолютно Такое ощущение, что наждачкой покрытые Вот, то есть Вытанцовывать на них что бы то ни было Было совершенно невозможно Во-первых А на нижнем этаже, на котором было гигантское пространство Вот там прям здоровенное помещение На нем крутили какой-то упоротый IDM Где тряслись три, извините, объемуся Просто каких-то таких плясках небольших Все И так продолжалось практически всю ночь То есть там крутили идиотский IDM А тут Drum'n'Bass сверху Причем на цокольном этаже еще и столики стояли там в округе То есть вообще гениально обустроено все А как же вы порой, как же Гелиос, братишка? Всегда в моем сердце Тогда я спокоен Моя жизнь это вапорвейв Мое сердце в форме бюста Гелиос Лучше определитесь тоже, Гелиос или Гелиос А то у одного драже, у второй Гелиос Вот такая вот педерастическая фоксня мне нравится Ну чё? Сейчас, единственное, что Вот эта херня у меня откуда-то появилась Что за граммур нацистайл? Извините У меня вот драмы были тоже неплохо Конечно Ядро не будешь делать? Я тоже сказала, не надо Ну сделай уже, напоследок Тут же трезвых в чате нет, дайте уже покурались А, ну простите, суббота, чё это? Кстати, Александр трезвый Так что, не надо И адекватных Вот, это уже, да, это уже ближе к теме Вообще на сидре Александр шьёт полочку Вяжет Типа, типа, как я тебе дело шью, так я тебе вяжу полочку Знаешь, там, я тебе гробик свяжу Александр, заходи на Лес Плейник Я тебе заготовил уже трэша Сейчас Саня такой Нет, нужно ребёнка в детский сад сперва А лучше в школу А лучше в универ Это, нет? Чё? Телефон Нет Это мне телефон Ясно Я отвечу, если что А ты с малым посидишь? Конечно Я ворую кокс У наркоманов А потом их отдаю И слушаю благодарности И тем самым повышаю ЧСВ То есть, а наркоманам же отдаёте Или у вас какое-то это Перераспределение происходит В принц города Как раз таки в фильме Забавно этот момент показан В самом начале Себе отдаю Нельзя же себе отдавать О, в смысле Это себя обижать Конечно Конечно В центре, мне кажется, что-то мне хотят сказать этим Всем Кроссворд Похоже на Сканворд Фобин Допгуд Допхед Крэкхед Вообще Настоящий Ниггер Должен Крэк воровать А не Какие-то там Коксы Блядь У вас в Москве не так много ниггеров Увы Срочно приезжайте к нам У нас есть и KFC И негры И это очень хорошо Это идеально Кстати, в том здании Где был KFC К нам приезжали Вот с концертом Именно в это здание Оникс Я считаю это показательно То есть Как-то эти два события Связаны Вообще было прикольно Когда в Петрозаводск Приехали сначала Напалм Дев Потом Оникс Все, а так Твоя душенька довольна? А картошки? Какие картошки? Я не хочу картошки Все, хватит Ладно Да, Оникс Те самые, которые Слэм Папарам Папарам Пампам What's Onyx? Легендарные негры Рэперы Вы че? Поролись, что ли? Они приехали В самый белый город России Было офигенно Смотреть фотографии С автограф-сессии Где они просто С офигевшим видом Смотрят на пузана 12-летнего Который им приносит Диск подписать Причем диск наверняка Пиратский Еще бы аудиокассету Принес бы Растаманы Какие растаманы Вы че? Поролись, что ли? Так О растаманах Да Мы закончили Клеточка закончена Похлопаем, Лиди Чем-нибудь Вот Разъясни Разъясни, где тут че И на этом закончим Давай ты Это ядро Это вакуольки Ну, лодия прям такая Так, для чего нужны вакуольки? Хранятся питательные вещества там Так Это хлоропласты Понятно Это синтез митохондрии Для В общем Единственный источник энергии Клетки Так Эндоплазматическая сеть К сожалению, я не смогу агронулярную нарисовать Потому что Потому что Что еще Аппарат Гольджи Ну и отдельные рибосомы Где-то там еще лизосомы должны быть Лизосомы? Да А что делать лизосомы? Переваривают пищу Прям как ты Прям как я Покажи татуху Вот Я не знаю, как ее показать Сложно Потом как-нибудь Да Я вам фотку скину Рисуйте больше психотелек Займемся этим А это будут спрашивать на контрольной? Конечно Контрольные все, слава богу, прошли Еще на первом курсе Поэтому Поэтому не будут Будут Мы закончим Просто не знаю У нас после определенного количества стрима Будет контрольная Мы тебе будем вопросы задавать Я тебе буду вопросы задавать Нет Да Ладно Засим всем спасибо Мы собираемся потихоньку на Логана Обмазаться Вот Спасибо, что были с нами Александр, продолжайте вязать Полочки Когда сделаете пару вязаных полочек И свяжете квартирку Обязательно сфоткайте Покажите Да Спасибо, что провели с нами субботу Извините за балакушку Суки Да как вы смели Надо было смирно сидеть и молчать Удачи Я тоже хочу на Логан Так пошли Пошли В 23.40 сеанс Звони Приятного вечера Да, вам тоже, ребят Всем спасибо Всем спасибо Да Приятно было с вами посидеть Пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok